Здравствуйте, друзья. Изготовление сферы фасонным резцом. Делать буду на токарном станке ТВ-4. У кого такой станок, наверное, уже догадываются, что будет не просто точить таким резцом с такой широкой режущей кромкой. Режущая кромка около двух сантиметров. А даже 4-5 миллиметров уже станок начинает дробить. Есть одна фишка, с помощью которой можно без проблем делать эти вещи. Хотя и не быстро. Приступим. Зажимаю заготовку с небольшим вылетом и ставлю фасонный резец. Подкладки я уже подобрал. Под низ ставлю тот, что поменьше. Так как резец плоский, чтобы он не лопнул, надо его подукрепить. То есть второй комплект резца служит толстой подкладкой под первый. Для начала надо обработать наружный диаметр. Чтобы не ставить резцы, обработаю отрезным. Слышите, даже отрезной резец дробит немножко. Материал бронза. Так, надо поставить по двуму. Слегка обработал заготовку и поставил фасонный резец. Вот теперь можно точить. Обороты включаю самые маленькие, какие есть. 120 оборотов в минуту и плюс частотникам понижаю их еще в четыре раза. 120 на 4, 30 оборотов в минуту. Вот на таком режиме, не спеша, можно резать фасонным резцом на ТВ-4. Но нужно смазывать. Я смазываю ВД. По крайней мере по бронзе. Пока идет хорошо, можно даже чуть прибавить оборотов. Вот на 30 герцах уже немножко начинает дробить. Это где-то 80 оборотов в минуту. Дробить, значит надо уменьшить. Немного сдвигаю в сторону. Чтобы прошатать все это дело. Дробить, понижаю обороты. Скорее всего дело в том, что вот эта вещь мешается. Что снять? Нет. В общем секрет прост,чтобы не дробило на ТВ4. Надо использовать просто маленькие обороты. Конечно, не всегда это удобно, но иногда нужно сделать деталь. А других вариантов просто нет. Вот как, например, эта фасонная деталь. Стоит только чуть поднять обороты, и сразу начинается дробление. А так получается, режет всей кромкой около 1,5-2 сантиметров и дробления не наблюдается совершенно никакого. Есть зачатки, честно говоря, небольшие. Отлично. Нет. Пор kalенков. Невероятные. Полиплажаны. Отом는데요. Невероятное. 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 До этого, все. Претор ***, не обезплюлась. Вот так. Мы на哈哈哈. Что-то уже получилось. Шарик получился овальный, потому что его надо было еще на пару миллиметров вглубь стачивать. Не рассчитал я диаметр. Диаметр должен был быть изначально 18 миллиметров под этот резец. Но как показать, возможности, в принципе, я думаю достаточно. Поверхность получилась ровно, гладко. Это зависит от качества обработки задней поверхности резца. Я ее шлифанул очень чистенько. Ну и в итоге шарик получился красивый. Дальше его можно отрезать и так далее, обработать. Но суть не в этом. Суть в том, что даже на ТВ-4, на маленьком станке, который не может отрезать у многих, жутко дробит и так далее. А здесь получается снимает вот такую довольно широкую стружку и не дробит. Сейчас замеряю, сколько ее ширина. Так, чтобы вам было видно. Вот 9,1 миллиметра. И плюс это скорее всего только половинка, потому что она разделяется на две части, когда режешь. Даже если целая, все равно не важно. Но работать он может в таких условиях с единственным правилом. Только на очень маленьких оборотах. Обороты должны быть гораздо ниже, чем даже минимальные. То есть 120 оборотов в минуту. Я делал 30 оборотов. На них он уже практически не дробит и потихоньку режет. Круглая деталь, круглая поверхность довольно-таки сложная. При любом виде обработки ее довольно долго обрабатывать. Так что здесь маленькие обороты в сравнении с другими методами точения шаров. В принципе не сильно проигрывают, зато поверхность сразу получается согласно поверхности резца. Желательно резец, чтобы был обработан очень качественно. Сделал я 4 резца под 4 диаметра и теперь буду точить такие кругляши. Например, думаю, можно будет выточить вот такие вот ручки. Тут, кстати, тоже шары не идеальные. Можно будет делать ручки на станке. Ну вот как-то так. Всем, кому понравилось видео, спасибо большое и до новых встреч. Пока.